Ну что, друзья, всех приветствую в этот знаменательный день для крипто-сообщества. Случился наконец-то the merge Ethereum, the merge CT, то есть переход сети Ethereum на Proof of Stake, долгожданное событие. Чуваки, вроде как все прошло гладко, вот как мы видим с официального сайта и по конфетти. Собственно, сегодня ночью произошло это знаменательное разделение, переход на Proof of Stake. Вот чуваки на канале Ethereum Foundation стримили, как обычно Виталик что-то говорил, что он говорил? Ну, короче, Виталик говорит, что, чуваки, я очень рад, что Ethereum перешел на Proof of Stake. Мы, говорит, начали изучать Proof of Stake еще в 2014 году и поняли, что это все будет очень субъективно и сложно, чтобы перейти на, чтобы достигнуть консенсуса. Короче, всякие сложные штуки, говорит, технически. Потом они поют песни. Мерч сонг. В общем, очень все весело и позитивно. Но нам-то что с этого, дорогие друзья? Давайте разбираться. Во-первых, на Bybit появилась новая монета. ETHW или Ethereum Work. Собственно, что она из себя представляет? Друзья мои, ну это не что иное, как ETH Classic 2.0. То есть, как мы с вами знаем, ETH Classic появился в далеком 2016, тогда, когда цепь разделилась. Правда, не из-за перехода на Proof of Stake, а из-за отката транзакций, связанных с хаком TheDAO. То есть, возврат средств всем, кого коснулось кражи из протокола TheDAO, был осуществлен в сети Ethereum 2.0. Уже, по сути, тогда был Ethereum 2.0, чтобы вы понимали, вот этот ETH, которым мы все пользовались. А ETH Classic – это ETH 1.0. И теперь у нас появился ETH 3.0. Только я думаю, что правильно теперь ETH 3.0 называть как раз Ethereum, ETH, который торгуется сейчас в районе 1590 долларов на момент записи этого видео. Это, по сути, для меня лично, это ETH 3.0. И, кстати, у него желтая точка на 4-х часовике, но это еще ничего не значит. Это может быть как вверх, так и вниз. Но для меня ETH 2.0 – это теперь вот этот вот очередной аппендикс ETH под названием ETH W. Потому что это та цепь, которую остались майнить майнеры, собственно. То есть новый ETH – все, ребята, его нельзя теперь майнить. Его можно только стейкать, валидировать. И стейк лочится там чуть ли не на 2 года, короче. На какой-то очень большой промежуток времени вам нужно заморозить монеты и не выводить их, если вы стейкаете. Вот, а ETH W – ну что, ребята, сейчас будет много спекуляций с ним. Обратите внимание, что он на листинге уже взлетел с 5 долларов на 30, на 35, а даже на 40. Короче, выдал уже мультиэксы, и сейчас надо осторожней быть. Всем, кто держал монеты… Потому что может быть, конечно же, и дамп, надо понимать. Но всем, кто держал монеты ETH, в соотношении 1 к 1, наша любимая биржа Bybit насыпала ETH W. Вот, как вы видите, мне тоже насыпали. 15 монет, не знаю пока, что с ними делать. Можно их, конечно, сейчас продать за 436 долларов, но мне кажется, это глупо. Даже если он упадет, лучше его подержать в коллекцию, как… Ну, это крутая вещь реальная, это антиквариат. Что будет теперь с настоящим эфиром? Что будет со всеми NFT-шками, которые, по сути, ведь были наминтины на эфире W, чтобы вы понимали? Все NFT-шки, все эти криптопанки, обезьянки и все-все-все вещи были сделаны именно на алгоритме Proof of Work. То есть, очень важный сейчас момент и потенциальный раскол в сообществе нас может ждать. Вот он уже, собственно, и произошел. Потому что, если бы его не было, то не было бы этой монетки Proof of Work. Не знаю, как насчет холодных кошельков. Кто-то пишет в чатах, что не будут насыпать монеты один к одному, кто держал на кошельках. Но, по мне, так это бред. Потому что, если сеть появилась, значит, ее поддержали. У них общая история с эфиром. Значит, по идее, будут насыпать и на Ledger, и на Trezor, и на Exodus, и на Trust. Посмотрим. Binance, Femex уже обещают насыпать, но пока Bybit насыпали первыми. На Poloniex есть график Ether W к эфиру. На Poloniex давно уже торгуется эта пара. Еще задолго до мерджа. Но вот, как мы видим, да, произошел какой-то всплеск по ней. Посмотрите. Прямо сейчас. Похоже, что есть интерес спекулятивный к эфиру W. Ну вот и вопрос, собственно, к вам, ребята. Напишите в комментариях, что вы думаете. Насколько сильным окажется комьюнити майнеров эфира, и которые продолжат майнить именно эту цепь. И в чем вообще ее ценность? Есть ли в ней ценность? Потому что, на мой взгляд, ценность есть в оригинальной цепи эфира еще задолго до всей этой движухи. То есть в эфире классике. Вот эфир классик – это реально настоящий эфир, который майнится еще с 2015 года. И у него прекрасная история. Собственно, он выглядит сейчас, на мой взгляд, гораздо более побычий, чем даже тот же эфир W или эфир, соответственно, эфир-эфир. Вот. Надеюсь, вы не запутались от количества эфиров, ребята, и у вас не поехала крыша. Это прекрасные времена хардфорков, давно забытые для меня времена. У меня ассоциируются с 2016-2017 годом, когда появился классик, появился Bcash. Вот. Напишите, что вы думаете. Ставьте лайк обязательно этому видео, чтобы продвигать его в Ютубе. Подписывайтесь к нам на канал, если вы у нас новенький. Подписывайтесь обязательно к нам в Телегу, чтобы получать все эти уведомления одними из первых. Ссылка на Телегу в описании. Вчера вот я писал, что закрыл все сделки и перевелся в эфир. И, собственно, вот эти профитроли и насыпали, о которых мы говорили. Да, что еще можно сказать? Что в связи с этим ажиотажем, конечно же, майнеры перекидываются в сеть Эфириум Классик и также в сеть Рэйвен Коин. И по Рэйвен Коину мы сейчас видим небольшую коррекцию внутри дня, но вот на дневках ее даже не видно. Смотрите, на часовике. Да, вот она, эта небольшая коррекция. Но в целом Рэйвен Коин в очень устойчивом аптренде удерживается. И будем смотреть, как он сейчас себя поведет. Пробьет ли эту параболу или не пробьет. Вот, ребята, что я думаю по этому всему поводу. Так что, друзья, всем хорошего дня и до следующей встречи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok